Субтитры сделал DimaTorzok Дела с военными кадрами в России очень плохи. Путин отменил регулярное совещание с представителями Минобороны, а в рашистских войсках огромное недостатие живой силы. На них шли танки, а не извините, с пистоликами. Почему их объявляют дезертирами? С Азовстали, по данным Минобороны России, вывезли около тысячи украинских военных. Их содержат в ужасающих условиях в тюрьме Еленовки. Упытки, туалет раз в сутки, прогулок, то есть это просто жесткие условия содержания. Во фракции ЛДПР в Думе выбрали достойную замену Жириновскому. Леонид Слуцкий неоднократно был замешан в скандалах, в том числе коррупционных. Слуцкий занял все три стоящие друг над другом и собрал грандиозный трехэтажный пентхаус официальной площадью 561 квадратный метр. Война с Украиной в апреле стоила российским налогоплательщикам до миллиарда рублей в час. Из федерального бюджета по статье «Национальная оборона» было потрачено 628 миллиардов рублей. И это по официальным данным российского Минфина. Тем временем вместе с деньгами у Путина заканчиваются генералы и время на всяческие балабольства нет. Так что традиционная весенняя сходка, то бишь серия совещаний Ботоксного с представителями Минобороны и ОПК, состоится позже. Об этом заявил усатый рот главы государства Дмитрий Песков. До кровопролитной бойни в Украине генералы и их главарь собирались в Сочи регулярно, дважды в год. Видимо, корабль под названием «Россия» стремительно несется вслед за флагманом «Москва». А дела с войной, которую развязал безумный ФСБшник, настолько плохи, что и рассказывать нечего. Нет, пока не планируется. Очевидно, что сейчас и военные заняты, и главнокомандующий занят. Поэтому эта серия состоится позже. Я занят, позвоните попозже. Едва успели оккупировать, объявляют мобилизацию. В российских войсках огромная недостача живой силы, которую, надеются, пополнить за счет украинцев. За отказать и воевать угрожают расстрелом. А в Луганске жены насильно угнанных на войну мужчин вышли на стихийный митинг снова. Не доумевают, почему больных мужей забрали освобождать Харьков и почему узкие объявили их дезертирами. Они не дезертиры. Они просто спасли свою жизнь тех, кто смогли. Они бы военные на чем-то. Там танки были. А что они с автомата не могут сделать? На них шли танки, а они, извините, с пистоликами. Почему их объявляют дезертирами? Я не понимаю, если они недобровольно туда даже ушли. Их вывезли поездами. Скрытая мобилизация в России провалилась, поэтому ряды пополняют лучшими из худших. Ловят людей по подворотню в марионеточных республиках и в Крыму. Изворотливые российские генералы что уже только не выдумывают, чтобы пополнить запасы пушечного мяса. Теперь вот к оружию собираются представить крымских коллаборантов, которые предали присягу Украине при аннексии Крыма. Всего Украину придали около 14 тысяч военнослужащих. За 8 лет многие из них демобилизовались и ушли со службы. Сейчас их в принудительном порядке мобилизуют и пополняют ими разбитые находящиеся на восстановлении в Крыму бригады. Особенность этой новости в том, что предатели не подлежат обмену. Они проходят по статье 111 «Государственная измена» и будут приговариваться к 15 годам тюрьмы. Украинских военных, которые вышли с территории Азовсталь в Мариуполе, доставили в бывшую исправительную колонию в селе Еленовка под Донецком. Исправительное учреждение находится под контролем России и представителей сепаратистской ДНР. По данным Минобороны России, с предприятия вывезли около тысячи украинских военных. 51 из них доставили в больницы неподконтрольного украиненного Азовска. Украинская сторона пока воздерживается от комментариев о процедуре эвакуации и количестве вывезенных. Ситуацию с военными мы не комментируем, пока все не закончится, как и вся страна собственная. Но давайте я вам скажу, что по нашим подсчетам, там просто мариупольцев в этой тюрьме находятся 3-4 тысячи. Тех, которые признаны неблагонадежными и которые не пришли фильтрацию. Поэтому там ситуация достаточно тяжелая, критическая. Данных оттуда поступает минимально. О фильтрационных лагерях рассказала Верховному комиссару ООН по делам беженцев, уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова. Кроме азовцев, в тюрьме Еленовки содержат и мариупольцев, которые хотели уехать из-под рашистских бомбежек. Вы вдумайтесь, колония рассчитана на 850 мест, а там уже больше трех тысяч людей. В одной комнате на шесть мест держат по 30 человек. На сутки дают одна бутылку воды и баланда, которую невозможно есть. Среди заложников 30 волонтеров, которые пытались провести в Мариуполь еду. Перед отправлением в колонию задержанных пытают током. В Кремле и его марионеточном ЛДНР годами придумывали пугалки про бандеровцев и фильтрационные лагеря украинских неонацистов. Теперь же сами взяли свои бредни на вооружение и воплотили в жизнь. Вот еще одно видео подтверждение для ГААГи. Более 60% домов в Мариуполе не подлежат восстановлению. Об этом заявил главарь ДНР и бывший МММщик Денис Пушилин. Однако разрушений в городе может быть и гораздо больше. Орки вовсю пытаются создать картинку мирной жизни для своих СМИ и сжигают в крематориях десятки тысяч жертв своих зверств. Кроме того, тех, кого не сжигают, прячут в братских могилах. А далее, очевидно, собираются глумиться на костях. Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес. В ДНР ожидают, что Россия поможет в этом. На месте завода «Азовсталь» предлагается сделать технопарк или парковую зону. Также Дениска высказал свое компетентное мнение по поводу защитников предприятия. Он считает, ну, точнее так говорит его методичка из Кремля, что Азовцев ждет трибунал. Хотелось бы напомнить ему, что трибунал ждет его и его прихлебателей, когда украинские войска освободят Донбасс. Я хотел бы сказать, Вова, ***, а мы тебе будем помогать. Самый знаменитый тиктокер на России, Кадыров, обзывает канцлер Германии шизофреником. Напомню, это тот, который не может нормально сформулировать мысль, не вставляя через каждое слово Дон. Его доблестная тикток-армия получает люлей от украинских военных. Но он решил оправдать свои поражения тем, что воюет с армией НАТО. Руководитель Германии ведет себя, как шизофреник, Дон. Он ведет так, Дон, что даже я не понимаю, Дон, не как руководитель государства, Дон. Ему неинтересны, Дон, мировые правила, Дон. И мы сегодня воюем не против Украины, против бандеровцев, Дон. Мы воюем против НАТО, Дон. Достойная замена. Главой фракции ЛДПР вместо одиозного Жириновского стал не менее скандальный Леонид Слуцкий. Его избрали главой фракции единогласно. Политик участвует в переговорах Украины и России. Слуцкий также является председателем комитета по международным делам Госдумы. Известен множеством скандалов, которые, впрочем, никак не отразились на его должности. Четыре года назад сразу несколько журналисток авторитетных изданий обвинили его в домогательствах. Так или иначе, все эти три девушки, по их словам, в обстановке, которая предполагала исключительно профессиональный контакт, столкнулись с нежелательным вниманием со стороны господина Слуцкого, то есть с фривольными предложениями и нежелательными прикосновениями, на которые они не давали своего согласия. Типичная, к сожалению, для нашего времени заказуха, которая вместо того, чтобы отобрать авторитет, наверное, добавила. Ну а что касается... Ну а была журналистка отрикации, которая вполне официально вас объявила, тоже заказуха, уже не анонимная. Не, ради бога. Грузинские журналисты обвиняют и не в этом. Странно, что не нашлось украинок или американок, которые сказали бы о том же самом. Поэтому могу только сказать, что никогда такого не было. Кроме того, Слуцкий плюет на правила дорожного движения. Расследователи Навального насчитали у него более восьми сотен штрафов, и это только за один год. А еще у него вилла в Швейцарии, пентхаус в Москве за 400 миллионов рублей и элитные автомобили, зарегистрированные на жену. А живут супруги всего на две скромные зарплаты. В декларации есть две новые машины, купленные в 2017 году. Это Майбах за 12 миллионов, это, кстати, две с половиной годовые зарплаты депутата Слуцкого. И совершенно новый внедорожник Бентли за 20 миллионов рублей. Это четыре годовые зарплаты Слуцкого. Откуда они у него появляются, а? Уж если речь зашла про зарплаты, нам известна зарплата жены Слуцкого за несколько лет. В 2010 году, например, она заработала 7 тысяч рублей в месяц. Это, между прочим, плюс-минус отметка прожиточного минимума на тот год. В следующем году то же самое. И так до 2017 года она получает в районе 20 тысяч рублей в месяц. То есть человек или нигде не работает, или работает чисто символически. Откуда у нее 6 миллионов долларов на покупку трехэтажного пентхауса? Муж ее хоть и зарабатывает серьезно, по 400 тысяч депутатской зарплаты, но этих денег не хватает даже на входную дверь этого пентхауса. В других расследованиях мы обычно шутим, мол, клад нашел, может, в лотерею выиграл, а тут чего шутить? Тут застройщик этого дома сам открытым текстом говорит, что пентхаус отписал как взятку. И даже после многочисленных расследований со Слуцкого, что с гуся вода, сидит себе в Госдуме и занимается международными делами. Вот теперь еще и фракцией руководит. Но что касается подобных обвинений, чем дальше эффективнее мы будем работать, тем больше подобных вещей, к сожалению, может возникать. На этом у меня все. Актуальная информация в наших телеграм-каналах. А поддержать развитие YouTube-ресурсов нехта можно по ссылкам в описании. Активность в комментариях, пальцы вверх, и распространение наших роликов продвигают их среди других пользователей. Так еще больше людей узнают правду. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok